Я раньше почему злой был? Потому что у меня DeskVision A24 не было. Приветствую, коллеги! В прошлый раз мы с вами рассматривали терминал ВКС для переговорных комнат E-Link Meteorboard 65, а сегодня мы с вами будем рассматривать индивидуальный терминал ВКС E-Link DeskVision A24. Если вы не видели предыдущий ролик, посвященный E-Link Meeting Board 65, то вы можете найти на него ссылку в описании под видео. E-Link DeskVision A24 является терминалом ВКС, представляющий собой решение более чем всего в одном. Почему так? Потому что он состоит из таких компонентов как дисплей, камера, микрофон и динамик. В его верхней части расположены экран, камеры и микрофоны, а в нижней части разъемы, динамик и беспроводная зарядка. Предлагаю начать сверху, самой большой части терминала, а именно с его сенсорного экрана. В названии оборудования кроется спойлер. Думаю легко догадаться, что цифра 24 означает диагональ дисплея, и при такой диагонали его разрешение составляет 1920 на 1080, другими словами Full HD. Экран к тому же сенсорный, поддерживает несколько касаний одновременно для масштабирования изображения и объектов. Благодаря креплению экран можно гибко отрегулировать по высоте и наклону. Его можно положить практически вровень стола. Переходим к камере терминала. Сама камера аккуратно прячется за экраном, и в момент подключения к конференции автоматически выезжает. У камеры нет шторки, и приватность добивается тем, что камера при выключении видео в конференции убирается за экран. С разрешением видеокамеры все отлично. Оно такое же, как и у дисплея Full HD. К сожалению, у камеры нет эффектуальных функций по автоматическому наведению, но пользователь может вручную настроить ее приближение и сохранить это положение. С другой стороны, зачем они терминалу, если устройство предназначено для индивидуального использования. После камеры переходим к микрофонной части. Сами микрофоны расположены в верхней части камеры на практически максимально возможном отдалении от встроенных динамик. Это непосредственно сказывается на качестве передачи голоса. Встроенные микрофоны гарантированно работают в рамках рабочего места сотрудника. Для оценки качества микрофонов эта часть ролика записывается непосредственно со встроенных микрофонов самого терминала Desquision A24. Также качественная передача речи способствует алгоритму E-Link Intelligent Noise Concelling, с помощью которого терминал отсекает основные искусственные шумы на рабочем месте. Если речь зашла про звук, то нельзя обойти тему динамика. У Desquision A24 их целых две штуки, каждой мощностью аж в 3 ватта. Этих динамиков более чем достаточно для участия в видеоконференциях со своего рабочего места. Также можно с комфортом слушать музыку или смотреть видео. Приветствовать всех в демонстрационном зале компании Pimatic. В рамках видеообзора трудно продемонстрировать их в работе, поэтому я вас приглашаю ценить его работу в демонстрационных залах компании Pimatic. Записаться на посещение можно по ссылке в описании к видео. Вот мы незаметно перебрались в нижнюю часть Desquision A24. Тут находятся все доступные интерфейсы для работы. С левой стороны расположен двухпортовый USB-хаб для подключения периферийных устройств к персональному компьютеру. На задней панели располагаются интерфейсы питания, видеовыходы и Ethernet. А вот уже USB-интерфейс с правой стороны позволяет подключить дополнительные устройства к самому терминалу. Например, можно подключить гарнитуру или настойный USB-телефон e-link. Последним выделяющимся элементом Desquision A24 является встроенный модуль беспроводной зарядки, позволяющий во время работы или сеанса видеоконференции быстро зарядить часы или смартфон, при этом не потратив времени на поиск кабеля зарядки и розетки 220 вольт. Давайте перейдем от железа к практическому применению Desquision A24. Его можно использовать в двух режимах, как полностью самостоятельное устройство для участия в видеоконференции и BYOD режиме для персонального компьютера. В первом режиме Desquision A24 поддерживает работу с такими платформами ФКС, как Microsoft Teams Display, Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms, Yumi, E-link Meeting Cloud и платформы SIP и H323. Этот список составлен на момент выхода видеоролика. Разберем основные моменты работы на примере платформы SIP и H323. Для совершения вызова нажимаем на кнопку Call и набираем адрес или номер сотрудника, с которым хотим пообщаться. Во время конференции мы можем управлять работой микрофона и камеры с помощью самого сенсорного экрана, так и с помощью физических кнопок, расположенных в нижней части терминала. В рамках видеоконференции обязательно появится задача по передаче контента участникам конференции. Desquision A24 это умеет. Нажимаем на соответствующую кнопку и мы передаем изображение от подключенного персонального компьютера. В чем мы можем продолжать участвовать в видеоконференции и работать с экраном персонального компьютера одновременно. Вместо экрана от персонального компьютера в видеоконференции в качестве контента можно отправить белую доску. Тут мы можем проявить свою креативность при помощи доступных инструментов, например, воспользоваться ручкой, карандашом или маркером, добавить стикеры или разрисовать предварительно загруженные изображения. Так как терминал работает под операционной системой Android 10, на него можно установить сторонние приложения, которые могут расширить сферу его применения или улучшить опыт эксплуатации. Можете написать в комментариях под видео, какое приложение вы бы установили на Desquision A24. Но вынужден добавить ложку дегтя, в терминале отсутствует поддержка Google сервисов, что может сказаться на работоспособности некоторых приложений. Во втором режиме Desquision A24 используется как рабочий сенсорный монитор для персонального компьютера. Установленные приложения на персональный компьютер получают доступ к встроенному в терминал камере, микрофону и динамику. При работе с ноутбуком, поддерживающим технологию Power Delivery, экономится огромное количество места и пространства на рабочем столе. Во-первых, питание подается только в Desquision A24, ноутбук уже получает питание от него по USB-C кабелю. Во-вторых, проводная локальная сеть тоже подключается только в Desquision A24 по тому же кабелю. В-третьих, USB-C кабель передает персональному компьютеру доступ к камере, к микрофону и динамику самого Desquision A24. Все рассказанное ранее отображает уникальность данного решения на российском рынке и оно полностью замещает решения ушедших производителей. В этом видеоролике вы могли увидеть сферу применения терминала E-Link Desquision A24, его возможности, как он может помочь вам на рабочем месте. Если вы хотите поближе познакомиться с данным оборудованием, приглашаю вас записаться на посещение демонстрационного зала компаний IP-MATICA. Запись, возможно, по ссылке в описании или запросить оборудование на тестирование. А на сегодня это все. Увидимся с вами в следующих видеороликах. Я теперь сразу добреть начну и какую-нибудь Desquision A24 заведу, чтобы жить веселей. Субтитры создавал DimaTorzok